Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. И сегодня мы начинаем знакомство с точкой F8, которая называется по-китайскому дзю дзюай. Буквально переводится точка как источник линии. Некоторые авторы пишут источник кривой линии. Ну, как бы ни интерпретировалась данная точка, именовалась она, мы сейчас рассмотрим название точки F8. Как ее понимать название? Ну, понятно, первое слово – источник. В данном случае источником может быть все. Родник – это источник жизни на земле, потому что если не будет воды, все высохнет. Книжка, допустим, тоже может быть источником знания. Человек – тоже источник знания. Жизнь – наша судьба – тоже источник знаний. Но в данном случае источником здесь знаний, а точнее линии, выступает точка F8. Так что же такое источник линии? Линию или черту можно начертить как угодно, где угодно. И каким способом мы это сделаем – не важно. Главное, что линия – это есть точка Альфа и Омега, начало и конца. И вот здесь, конечно же, очень маленький философский есть смысл в данной точке названия именно линии. Линия определяется своеобразным путь. То есть линия – это точка, скажем так, начало человека пути, его рождение и конец его смерти. В данном случае линия может также выступить своеобразным отрезком в нашей жизни и судьбе при той или иной заболевании. Потому что любая болезнь, она дается ключ к разумению человеку. Конечно, не каждый человек это подчеркивает, эту линию, конечно. И, конечно же, линия – это своеобразный путь, судьбоносный путь, отрезок пути, по которому человек, проходя, что становится более мудрее, либо более подчеркивает знания, либо вообще не подчеркивает знания. То есть с полной уверенностью можно сказать, что используя точку F8 в оздоровлении, либо в нашей судьбе, мы можем с нее подчеркнуть, как с колодца взять ведро воды, подчеркнуть эти знания, и эти знания в определенном отрезке нашей с вами судьбы использовать в свое благо. А вот какое это благо и какие это источники знания, смотрите в следующем видео, потому что эта точка очень интересна своим дальнейшим, скажем так, направлениями и знаниями. С вами был доктор Константин.